Всем привет, друзья! Я снова в городе Феодосия. Приехал в Рождество отдохнуть в этом городе. Посижу в кафе, погуляю. Схожу, конечно же, на набережную. Кстати, в капюшоне, потому что реально сейчас ветер дует, поэтому я его набросил. Вот, погуляю по городу. Если будут интересности, обязательно вам их покажу, засниму. А перед тем, как мы начнем, обязательно поставь лайк заранее, авансом. И, конечно же, подпишись на канал, если еще не сделал этого. Прогуливаюсь улочками, феодосийскими. Сеть японских парикмахерских. Все стрижки по 200 рублей. А как такое может быть? Может, мне подстрижаться? Как считаете? Ну, я подстригу по 200 рублей. Вот такая вот сеть парикмахерских японских. Сейчас перейду по пешеходу на другую сторону и зайду в эту парикмахерскую. Вместе с вами. Давайте попробую подстрижаться. Главное, чтобы меня не испоганили, и я потом не рыдал крокодильными слезами, что меня плохо подстригли. Так, заходим. Увидел вашу вывеску, все по 200. И решил к вам зайти. Я блогер, поэтому вы не... Не стесняйтесь, не переживайте. Маску надену сразу. И посмотрим, как меня подстригут. Я же повторюсь, главное, мне потом не плакать. Да, можно уже? А почему японских назвали? Ну, это французы, я понимаю. А, вот так. Смотрите, у меня ничего сложного. Мне нужна классическая канатка, знаете? То есть, чтобы не было переходов от короткого к длинному. То есть, все должно быть ровно. Ну, вы поняли, да? И вот волосы, сверху, которые растут, вот эти, опускаются вниз. Чтобы, ну, их чуть-чуть укоротить, как бы здесь будет одна длина, там, сантиметров по 4, или там, по 3. А здесь постараться сохранить длину максимально. Сверху. Надеюсь, что мы сделаем, как-нибудь, вот так. Ну, сверху, да, вот так, а здесь прям, на резках. Короче, немного, да? Да, немного, как бы подровнять. Но вот мне больше важно, чтобы сверху волосы, которые опускаются к ушам, по вискам, чтобы они, ну, как бы не закрывали вот эти волосы, не накрывали, ой, извиняю, не накрывали сверху, а как бы одной длиной. Я понятно объяснил? Или давайте еще раз. Ну, в общем, друзья, теперь я вот так выгляжу. Видите, новая парикмахерская, новая стрижка. Напишите в комментариях, идет мне такая стрижка или нет? Или мне нужно отращивать, как и бороду? И тому, друзья, 200 рублей так и оказалось. Никакой не разводняк, так что, если что, приходите в эту парикмахерскую в городе Сеодосе. Это как улица называется? Советская 7. Советская 7. Ну, а теперь самое время покушать. Сейчас найду кафе, но уже в бестро не пойду, поскольку там Wi-Fi не оказалось. А пойдем там, называлось, по-моему, кафе у Армена или Армен, что-то такое. И там шашлык, говорят, здорово готовят. Вообще вкусно, реально на мангале. Скорее всего, запущу стрим из того кафе, поскольку там Wi-Fi есть. Ну, и потом прогуляюсь еще по набережной. И, в общем, как обычно, покажу вам, что здесь происходит 7 января 2021 года. В Рождество. Кстати, сегодня утром колокола нашей церкви в поселке Нижнегорске меня разбудили. Так гремели. Это просто кошмар. В общем, зашел в кафешку. Шашлык заказал. Нину Шею 200 грамм. Или по 200 грамм. Покушаем и пойдем дальше на прогулочку. Невкусный шашлык. Шашлык Аганисян. Беспонтовый. Вообще невкусный. 3 балла максимум. А то и 2 по 10-балльной системе. Кто видел стрим, я вам показал, как он выглядел. Да, он выглядел крупные кусочки. Вкусно, аппетитно. Но таким он не является. Поэтому не советую. Не приходите сюда. Ну, а теперь я выйду на набережную, прогуляюсь. И, наконец-то, я увижу сегодня море. Подышу воздухом. Чаечек послушаю. В общем, все такое расслабляющее. Ну, и вас, конечно, с собой возьму. Из этой кафешки я провел стрим. 12 человек было со мной. Остальные где-то потеряли. Поэтому вам уведомления не приходят. Тем, кто не подписан на мой канал. Поэтому обязательно прямо сейчас подписывайся на мой канал, чтобы тебе пришли уведомления о стриме. Так вы со мной поболтаете. Потому что 12 человек. Мы в чате поговорили, пообщались. А если бы у нас было больше, было бы намного интереснее. Поэтому напоминаю. Подписывайтесь. Кнопочка справа. Под видео. И, соответственно, присоединяйтесь во время стримов. Он гремит на ухо. Переезд. Сейчас поезд пойдет. Кстати, на котором я и приехал. Точнее, на похожем. Называется он рельсовый автобус. Вот так он называется правильно. Не электричка. А вот, собственно, и море. Ради которого я и приехал. Там вот дальше видно лебеди плавают. Два штучки. Видно, да? Они всегда парами, кстати, держат. Не видел еще, чтобы лебедь плавал один. По-моему, было такое. Но в основном они плавают вдвоем парами. О-о-о-о. Что за чудесная дата. Что за чудесная погода. Матерок немножко есть. Но в целом сегодня тепло. Около 12 градусов тепла сейчас. И это 7 января 2021 года. Просто классно. Наслаждаюсь. Вот за это я и люблю приморские города. Приезжаю, что здесь аура такая соответствующая. Для релаксации. Для заряда. Для приведения своей психики в норму. А вот и девушка, которая нас опрашивала. Помните? Ну как сегодня? Удачно? Нет. Плохо, да? Плохо. Понятно. Заулыбалась. Она узнала. Ну, а что делать? Делайте это по-нормальному. И тогда вопросов не возникнет. А так как-то все сомнительно. По поводу вашего фонда. И вот этих сборов средств. Вот столько людей на набережной сейчас. Видно. Сейчас около 14 часов. В общем, погуляюще. Спущусь к морю. В прошлый раз я даже не потрогал, какая вода. Теплая, холодная. Так. Волна. В море чистое. В море, конечно, чистое. Ой, холодно. Ну как холодно? Для января месяца нормально. Купался бы я в такой воде или нет? Однозначно нет. Я мерзляк еще тот. Прохладненькая вода. Кстати, в прошлый раз я не снимал, но женщина такого преклонного возраста купалась вот в такой воде. Реально морж какой-то. Или моржиха. Как они это делают, вообще не могу понять. И вот такая собачка. И вот спустя несколько дней, когда я вам снимал и показывал, как все тут выгорело на перекрестке улицы генерала Горбачева и проспекта Айвазовска. А теперь здесь начались восстановительные работы. Видите, вот так вот все быстренько восстанавливается. Бизнес такая штука. Его нельзя останавливать. Как только он пострадал и прекратил приносить доход, нужно предпринимать максимум мер действий, чтобы снова его запустить. У них кто-то не будет ждать разбирательств и возмещения материального вреда. Все предприниматели починят за свой счет, что и уже делается на заднем фоне. Вот такие вот пироги. Время десертов подошло. Сейчас хочу зайти в кафешечку и покушать чего-нибудь сладкого. А до этого пошел, увидел ворота такие красивые. Знаете, как постройка такая и парк вокруг. Ну, мне так сдалека показалось. Думаю, пойду погуляю по парку. Не был в этом парке. Ну, и подхожу возле автостанции. А это кладбище. А вот и диспер подошел. Зашел в кафешку по-домашнему на галерее. Здесь получается вот такой чай универный. Вот такой персиковый чизкейк. И фирменный какой-то шоколадный такой десерт. Ну и чай еще вот такой. Вторая попытка была желание купить вино, но все-таки мы его не взяли. Поскольку посчитали, что она сильно расслабит. Поэтому решили ограничиться только сладким десертом. Желаю вам также приятного аппетита. Кто также сейчас сидит за столом. Ну и пориспоплю я кушать вкуснейший, вкуснейший персиковый чизкейк. Это я буду его кушать. И наверное все-таки сейчас здесь есть Wi-Fi. Выйду снова в стрим. Пообщаемся. Это я напоминаю для тех, кто в будущем захочет смотреть мои стримы. Вам обязательно нужно подписаться на канал, чтобы приходили уведомления. Поскольку не подписанным людям не приходят уведомления о начале стрима, либо о новом видео. Имейте в виду. А по статистике моего канала, повторяю, 70% смотрят без подписки. Что не есть хорошо. Так что все. Вы все поняли и быстренько подписались. Глопочка справа. Так и продолжается развод. Видите? С вопросами жадность это хорошо или плохо. Вот так вот. Будьте внимательны. Отвечая на вопросы таким дамам. Ну а у меня все, друзья. Поужинали мы чизкейками. Чаек я попил горячий. Вообще четко отдохнули. Сейчас похожу еще немножко по набережной. И по городу пройдусь. И в принципе все. На рельсовый автобус. И погнал домой. Поэтому вам нужно обязательно подписаться на мой канал. Я вам уже раз в 200 об этом говорил. И не устану говорить. Потому что 70% меня смотрят без подписки. Вы не получаете уведомления о новых видео и о новых стримах. Поэтому обязательно подпишитесь. Справа кнопочка. И нажмите на колокольчик.